Доброе утро! Пожалуйста, мы сегодня хотим как раз о тебе побольше узнать, потому что в интернете довольно-таки много всего происходит. Это все правда, естественно. Все правда? Абсолютно. И то, что ты умеешь... Будем знакомиться. Ну, мы это узнаем чуть позже. Потому что я умею садиться на шпагат, когда это необходимо, естественно, тоже. А, да? Что за такие случаи необходимые? Решила с этого начать знакомство. Всем добро. А я всегда в первую секунду о себе все важное рассказываю. Сразу выдаешь? Да, сразу выдаю. Смотри. Давайте начнем с того. Во-первых, как настроение твое? Нормик. Нормик. Выспалась, все хорошо. Ну, я вообще в шоке, как вы встаете так рано. Это какой-то вообще... И бодрый. Кошмар. И бодрячком такие. Ну, мы встаем с легкостью и с удовольствием. А ты? Ну, я встала с тяжелым сердцем. С тяжелым. Не круто. Но мы знали, что ты к нам придешь. Тем более, хотим поговорить. Во-первых, давай о стендапе поговорим. Начался, во-первых, новый сезон. Да, вчера стартанул. Это круто. Это супер. Мы тебя с этим поздравляем. И в связи с этим вопрос. Там одни девчонки участвуют. Тяжело ли тебе работать в коллективе, где одни девочки, тем более вы занимаетесь еще все юмором. У одной, может быть, шуточка лучше. У другой, там, платье посимпатичнее. Ну, у кого тоже там шуточка лучше. Да нет, всю жизнь работаю в женском коллективе. Всю дорогу, реально. Вообще все нравится. У меня сейчас еще три женских коллектива. Мы в курсе. Еще игра и, собственно, проект, который у нас... Да, еще на ютубе у нас есть проект «Женский форум». Но давай-ка вернемся сначала. Мы по всему вот так вот пробежимся. Открытый микрофон. Ой, открытый микрофон. Стендап. Женский стендап, да. Стендап. Что там нового мы увидим? Чем он будет отличаться от прошлых сезонов? Ну, во-первых, нас переодели. Это хорошо. Мы худеем. Где? Когда? Там и так все красотки. Спасибо большое. Да, мы стали лучше выглядеть. Нам немножечко сменили причесочки, да? Где-то кто-то подкрасился. Какие-то, да? Сережечки, может быть, новые. Варька будто спит еще, знаешь, мечтает. Да, немножко. Во сне. Ну, слушайте, ну, какие-то новые темы, новые приколы, новые события у всех абсолютно разные. В этом же и есть прелесть стендапа. Ты рассказываешь о том, что у тебя происходит сегодня, завтра, вчера, здесь и сейчас. Чем ты будешь удивлять? Что у тебя нового? У меня? Да. Да. Абсолютно ничего. Судержательно. Я это так по-новому подам, что вы обалдетесь. Все будет иначе. Слушай, у меня такой вопросик, а куда были девочки, когда все только стартовало? Так. А половина же до нынешнего сезона не дошли. Ну, слушайте, это не так. У нас только одна девочка откололась с первого сезона, так все остальные в строю, в струе. Держатся. Да, все держатся. У вас там как в спарте, прям жесткий отбор. А мы, да, мы вот так, спина к спине, друг с другом. Понятно. А доверяете прям друг другу, что спиной можно поворачиваться? Потому что знаешь, что в женском коллективе, ну, не все так просто. Ну, ты же, а как будто в мужском коллективе лучше. Все такие братаны вообще. Согласна. Дай тыщу, дай пять. Давай пять. Дай тыщу, дай пять. У нас все так и происходит. Слушайте, на самом деле, Варя, если не врет интернет, ты первого января родилась. Да. Уже весело. Это уже здорово. Есть у тебя вообще день рождения в этой жизни? Слушайте, так у меня и мама тоже первого января родилась. То есть она себе сделала подарок и на Новый год, и на день рождения. А подарок-то в чем? В том, что нам всем можно дарить один подарок. Мне грустно ли? Нашей семье. Очень грустно. В детстве я так переживала по этому поводу. Вообще не было праздника. Кошмар. Ну так не проблема же. Можно пойти и поменять немножечко дату. Ну вот еще. У меня такое прикольное. Начало. Слушай, ну мне кажется, во-первых, экономно, потому что куда бы ты ни пришла, в этот день везде накрыт стол. Опять же. И все хорошее настроение, и все дарят друг другу подарки. И все как будто из-за тебя. Да. Я хотел поговорить еще о юморе. Ну все-таки это главная составляющая. Да. Тяжело ли, скажи, пожалуйста, в нынешнем времени, ну может быть, вообще всегда было такое мнение, может быть, бытует, да, что женщинам тяжело как-то в юморе? Стереотип такой. Ну, это действительно стереотип. И мнение действительно бытует среди тех людей, среди которых оно до сих пор почему-то бытует. Очень, конечно, это странно. Мне кажется, что в последние несколько лет женщины сильно изменили представление о юморе. И я все-таки считаю, так как я комик. Девушка. Да, я девушка, комик. Я против феминитивов таких, как Комикэс. Она очень странно звучит. Я считаю, что юмор не имеет абсолютно никаких гендерных определений. Он может быть либо просто смешным, либо не смешным. Поэтому вот пусть юмор женский исходит от женщины, но он должен быть смешным. Я к чему все это спрашивал? Просто потому, что эти девушки, которые занимаются юмором, у них в основном всегда, всегда почему-то не складываются личные отношения. Я вот заметил по тем знакомым, которые я знаю, потому что девочка, которая умеет шутить, она такая довольно-таки сильная. Острая. Стерва, да, такая? Да, характер у нее прям стержень, что не каждый мужчина может с такой ужиться. Как ты... Считаешь? Твое мнение по этому поводу? Ну, во-первых, я искренне надеюсь... Куда? В какую камеру? А, мы на радио. Так, во-первых, я... Везде смотри. Вот перед собой смотри. Я искренне надеюсь, что не все мужчины так считают. И действительно, сильная личность. Никогда для сильного мужчины, сильная женщина, проблемы никогда не будет. Друзья, если вы считаете так же, пишите. Пишите мне. Так, давайте переедем теперь из женского стендапа в игру. В игру сначала. Давай, да. В которой ты, несомненно, фронтмен женского коллектива. Ну, там, конечно, записался один дядя. Два. Два даже. Два дяди, два лысых дяди. Скажи, пожалуйста, ты там выступаешь автором или вы всей командой собираетесь? Ну, у нас в команде пишут все. Есть еще авторская группа, которая находится за кадром. Но, в целом, те люди, которые есть в коллективе, все и артисты, и авторы, да? Слушай, на лекции, да? Да, да. Ваши вопросы? Пишут все, доминируешь ты одна, по сути. Ну, это же стандартное классическое построение юмористического коллектива. Не может так быть, чтобы абсолютно все были фронтменами. Такого не бывает. Тем более, что ограниченное время выступления. Если бы у нас было какое-то отдельное эстрадное женское шоу, тогда там было бы время раскрыться абсолютно каждой. В каком-то отдельном номере в данном случае у нас есть там 10-минутное выступление, в котором вот взаимодействие такое очень краткосрочное, быстрое. Очень отрепетированная речь. Мне кажется, ты членом своей команды это же все говорила. Да-да-да, девочки, вы меня поняли. Вы скидывайте мне миниатюрки, а я выберу, что мне подходит. Тем более на кону денежный приз такой, понимаешь? Ну, это невероятные деньги. 30 миллионов. Кто-то видел вообще когда-нибудь в своей жизни 30 миллионов? Хотя бы где вообще? Про цифра. Какая? Звучит опасно. Звучит невероятно. Если ты выиграешь эти деньги. А у вас, кстати, знаешь, маленький процент, если вы поделите, конечно, тебе нужно избавляться от большинства девчонок в команде. И пацанов. На что бы ты потратила? Что хочет наша героиня сегодня? У меня ипотека, во-первых. Я ее закрываю тут же. Во-вторых, я делаю ремонт, естественно, конечно же. Это так? Это хобби? Прямо естественно. Я делаю ремонт. Господи, я делаю ремонт. Ты, пожалуйста, профиру мой. Профили, заходите. Ремонты, шпагаты, телефон. Женский ремонт. Ну, то есть ты бы закрыла свои финансовые вот эти проблемы. Конечно, конечно. Я бы купила замок себе. О, да? Да. Правильно. В Москве. С нынешними ценами на металл, думаю, навряд ли получилось бы это. Так, окей. Собственно, скажи, пожалуйста, когда мы увидим финал? Игры-то. Я просто понимаю, что много вокруг нее слухов. Все мы знаем, из-за чего и почему. Как? Из-за чего? Жесткие шуточки там. Ну, естественно. Особенно с женской сборной. Вот вы правы. Да, да, да. Про некие... Это Ваня просто лапшу наедает. Скажи, пожалуйста, все-таки, когда и какие шансы на успех? Как ты думаешь, кто, если не рассчитывать на женскую сборную, кто, по твоему мнению... Фаворит? Да, сейчас явно клирую. Ну, у меня личный фаворит Денис Дорохов. Честно. Я считаю, настала его эра вообще в юморе. Ну, я абсолютно искренне так говорю. Я не ставлю на какую-то конкретную команду. Если бы можно было поставить все свои деньги, то я бы поставила их на Дорохова. Да, с такими-то поцелуями. А ты говоришь лапшу, понимаешь? Ну, там, видимо, по сценарию тоже должна была быть она, но чуть-чуть перепутать. Да и дело даже не в поцелуе, ну, правда, он же просто вообще, ну, реально, он ворвался сейчас. Я считаю, он просто суперстар. Так, скажи, пожалуйста, мы тут раскопали в архивах интернета. И в соцсетях тоже. Да, мне просто нужно да-нет, и после маленькой паузы мы это будем проверять. Известно, что, играя в КВН в школе и в университете, ты играла, во-первых? Да. Галочка стоит, все правильно. Гладила. Так, ты сама гладила форму всей команды. Ничего себе, вот это откопали вообще факт. Ну, правда? Ну, было дело, я играла в мужской команде. Да, кстати, да, к слову, в женском коллективе меня в жизни никто не заставил. Варик, погладь-ка нам всем форму. В мужской команде просто выдали свои жилетки вонючие. И давайте-ка, говорит, мол, гладь нам всем. Ну, я гладила. Но ты гладила. Я гладила, сожгла один раз, если честно, жилетку. Но никому до сих пор об этом не говорила. Поэтому, Коля Тарабукин, если ты меня слышишь, прости, это я это сделала. Словишь, слышу. Ты не видел, что нам сожжено. А мне кажется, это не случайно ты сделала. Ну, просто вопрос-то закрылся после этого, нет? Какой? То, что тебе больше не гладила. Ну, больше не заставляю. Ну, все, вот, молодец. Итак, итог, ты умеешь гладить и гладила команде, а еще ты очень хорошо знаешь сериалы и реальти-шоу 90-х и 2000-х. Все правда? Ну, не прям хорошо, если честно. Ну, неплохо. Ну, так, я плаваю. Так, мы здесь. Курченко, я не пронюхаю. Заходите прямо вот сейчас на сайт Авторади.ру и смотрите трансляцию. Что мы сделали с Варей? Мы тебя представим, человек, стендап-комик у нас сегодня в гостях, Варвара Щербакова, который, ну, прям, ты выглядишь роскошно. Да. Это аплодисменты твоей внешности. Я не знаю, почему, но... Спасибо всем этим людям, которые... Прям, ну, это картина маслом. Значит, ребят, у нас Варвара находится за гладильной доской, потому что мы не просто так спросили, она обожает. У людей есть хобби, да, кто-то собирает монеты, а кто-то любит гладить. Да, конечно, это я. Это Варвара. Собственно, плюс мы еще скомбинировали, так как ты любишь сериалы, мы нашли несколько интересных, актуальных, которые как раз из этой... Эпохи. ...временного отрезка, 90-е и 2000-е. Сейчас ты должна погладить три абсолютно чистые футболки Ивана Броневого. Мои. Они отмыты белизной, я не знаю, всем подряд, но, во всяком случае, аромат от них исходит приятный. Гриффиндор. Реально, мы как Гриффиндор. Вот, твоя задача, наглаживая эти футболки, отгадать хотя бы пять сериалов, которые музыкальные заставки мы тебе подготовили. Их будет больше. Ну, давай пять. Ну, давай. Если ты отгадаешь хотя бы три, мы тебе будем вручать наш фирменный подарок от Драйвшоу «Поехали». Это будет провал. Смотри, ну ты уже правильно начала. Итак, три, два, раз. Варвара начинает у нас, собственно, гладить, а мы начинаем слушать сериал. Ты готова? Ну, давайте. Поехали. Первый сериал, пожалуйста. Мне кажется, каждый, кто смотрел... Не имею ни малейшего понятия, что это заставка. Серьезно? Серьезно? Да. Американская молодежь. 90-е. Веверли Хиллз. Е-е-е-е-е-е-е! Молодец, молодец, молодец. Так, давайте двигаться дальше. Следующая. Следующая футболка. Кангё Долор Лор Либертад Жди к ангелу, господи, конечно Молодец, молодец Соотечественница, госпожа Наталья Наташа, поздравляем Даже у нас нету, понимаешь А Наташа справилась Так, подождите, пока рано еще включать Третий, что у нас там с футболкой Я в процессе Пожалуйста, хорошо, переходим к третьему сериалу Который, мне кажется, сейчас Всех просто так отправят В какую-то приятную грусть Да, поехали Варвара, включайся Гладь, не забывай, тебе еще надо гладить Слушайте, ну я даже не вообще Что это такое, я не знаю Знаешь, точно, сто процентов Давай помогу, его родина, планета Мелмак Место жительства Лос-Анджелес Он самоуверен Он капризен, он жаден и любит есть Коричневый, мохнатый С длинным шоссом Молодец Так, окей Ладно, но нам нужно еще дальше пройти Пока что мы помогаем Сейчас мы за уши тянуть не будем вообще Как с футболками дела обстоят? Все классно, очень тщательно гладимся Лучше, чем сериалами, конечно Да нормально Хорошо, идем Кто написал про меня, что я знаю хорошо сериал? Сейчас будут сопли, готовы? Кому ты сожгла, видимо, ту самую жетку? Месть Страшно было Давайте, четвертый сериал Смотрите, как она танцует Великолепно Ты гладь давай Слушай, я знаю, я знаю Блин Да что же это такое? Серьезно не знаешь? Ну я знаю эту песню, но я даже Вообще не могу вспомнить Французский Эммануэль? Не-не Там есть Сериал Сериал Шуть за сериал Тоже студенты французские Христиан Которые учатся в общежитии Дружат, любят друг друга Любовь у них там Ссорятся Одна американка там была Ну режиссер знаменитый Жерар Эспинос Да вы что? Вы что? Я честно, клянусь Господи, прости Сдаешься Там в названии Женское имя и Иконташка Элена Ребята Ну ты ж молодец Засчитаем Давайте еще следующий Пока из них всех Я смотрела только Дикого ангела Проблема в том Что я смотрю Как ты гладишь И пока одна футболка У нас даже не готова Я ускоряюсь Ускоряйся, пожалуйста И финальный Нет, не финальный Еще один Ну давай, поехали Мне нравится очень Красиво Этот винпикс Я не знаю Ну молодец Да, молодец Айвай смотрела Ну давайте Завершающий Без подсказок Да, финал Согласен Если у нас варвара Расправляется Мы отдадим то Что ей будет всегда Приносить удовольствие А давай майку поменяем Еще Так, ладно Там все Отдымится она уже Не доглажена еще Ну-ка, покажите, пожалуйста Посмотрите Перед хорошо Азад Азад у меня всегда Хромает Азад надо качать Не поворачивай Так, ну вот сейчас будет сложное Вот прям серьезно сложное Поехали Так Не помогаем Это горец Не совсем, но поинственное У тебя сейчас немножечко Вот ты встала Так же, как и в этом сериале Зена Зена Королевого Война Знаешь, как мы попали Тогда не знала Что можно просто онлайн Слушай, а что ты последнее смотрела вообще Чем-то Какой фильм Или сериал Может быть От которого ты Действительно вот кайфанула Слушайте, ну Я почему-то Совсем недавно Для себя открыла Бумажный дом Да Когда все его уже посмотрели Но я прям кайфанула Мне очень понравилось Советую Это из сериалов А фильм? Фильм? Ой, какой А, ну вот На Бонде на Новом Недавно была Вообще здоровски Классненько Слушай, ты, по-моему Одна-единственная Которая говоришь Кому понравился Кому понравился А он такой, знаете Такой старичок бодренький Молодец вообще И что-то бегает там Мы узнали, что Варваре нравится постарше Да Так Давайте перейдем еще Немножечко у нас есть времени Заглянем В интернет Где ты Одна из фаворитов Вместе с подругами В проекте Шоу «Женский форум» Давай несколько слов об этом Давайте, конечно Ну рассказывай Шоу «Женский форум» Это шоу, где Четыре девочки Комика Собираются вместе Читают темы Женского форума И обсуждают их между собой Угорают неистово Пишут Коллективный комментарий Автора вопроса И все И к нам гость еще приходит Популярный К нам приходит какой-нибудь Популярный гость Или не очень Какой-нибудь Классный гость Авторадио будет приносить На тебе удовольствие Ну а собственно Где мы можем тебя увидеть Еще раз перечисляю Ютуб Проект под названием Женский форум ТНТ Шоу «Игра» ТНТ Стендап женский Ну и конечно Авторадио Заходите к нам На наш Ютуб канал Где после все появится Как великолепно Мнет то Что она только что Кладила Спасибо Варвара Тебе огромное Варвара Щербакова У нас в гостях Спасибо Пока Пока Продолжение следует...